Добрый вечер, друзья! Всем привет-привет! Продолжение следует... Здравствуйте, про актер Квинки, если честно, я не знаю. Аллергия вообще это внутреннее неприятие себя и скорее всего это, ну... В общем, с этим прорабатываться надо, не скажу я точно. Не часто это встречается, я честно не понимаю. Верон, привет! Привет! Надеюсь, будешь в Дубай, когда мы приедем. Увидимся. Привет, друзья! Сегодня... Здравствуйте, муж, я здоровый, но нет детей, это может быть. Ну, что это может быть? Это нужно смотреть и супругу, нужно смотреть, и супруга посмотреть, у кого стресс, и почему вы не хотите иметь детей, да, то есть подсознательно. Те, кто не знает, я сегодня провел мастер-класс на 200 человек, в смысле у вас случился приступ чего? Это отек Квинки у вас? Все, что касается цен, это в Директ. Азооспермия, если честно, я же не врач, я такие диагнозы, не знаю, вы по-человечески объясняете, потому что у меня там тот, тот, тот. Потому что я не понимаю такое, азооспермия, я даже не понимаю, ну, в каком-то месте, там. С таким термином я пока не связывал, ну, не сталкивался, поэтому, как-то развернуто написано, спросите. Вы прорабатываете блоки, я прорабатываю блоки, да, то есть вы будете прорабатывать блоки вместе, ну, как бы со мной, да? Как бы с тем, что если идет неприятие себя. Это надо работать над собой, приходите на тренинг, прорабатывайтесь, слушайте аффирмации, читайте, пишите письма прощения. То есть это надо прям прорабатываться. Кто-нибудь здесь есть, кто сегодня был на мастер-классе? Ну, вот как-то догадаться можно, да, скорее всего, неподвижность, может быть, сперматозоидов или что-то такое, ну, вы просто разверните, я не знаю, вот, если мы как-то правы, то... Когда будет очередной МК, 30 ноября будет очередной МК, я не знаю, Айнура откроет продажу билетов, скорее всего, со следующей недели или с конца этой, вот, так что, ну, покупайте билеты, приходите. Я думаю, что мы его сделаем не три часа, а сделаем там его шесть, семь, восемь часов, может быть, с перерывом на билет. В Астане пока нет, не будет мастер-класса такого. Слишком много составляющих, которые нужно будет организовать, я пока... пока нет. Я в Астане пока не готов. Будут обычные мастер-классы, где будут прорабатываться, там, вот, будем плакать, будем в это кричать, но вот такого масштабного мастер-класса пока не знаю, когда это можно будет сделать в Астане. Здравствуйте, можно спросить у вас про книгу «Переход», автора искала, не нашла. Каху Фред Стерлинг. Вообще, вы можете любую книжку Каху взять, почитать, но там, по-моему, она называлась «Переход», Каху Фред Стерлинг, очень интересно. Где-то с середины начинается такое, думаешь, а, врет, наверное. Но он не врет. В Алма-Ате, да, принимаю, в директ напишите, завтра буду отвечать, вот. Если честно, очень сегодня, очень сильно пережила по поводу мероприятия, аж, вот здесь он-то аж болит. Оно так и называется на Ютубе «Письма прощения», вы меня там узнаете. Там одно видео, 9,5 минут. Любое возьмите. Оно прям специально снято, мы нанимали там, этого оператора. Мастер-класс прошел вообще огонь, если честно, я не ожидал, просто это очень... В Астане лучше приходите индивидуально, зачем я приеду уже. Пишите на WhatsApp или в директ, и там я отвечу по цене, по месту, по дате, по времени, когда прийти. Огонь! Получилось мероприятие. Если честно, я до последнего не знал, не понимал, как это будет происходить. Я хотел сделать одну медитацию, получилось запрос у зала другой. И поэтому мы делали медитацию на принятие и прощение папы и мамы. Потому что заявлено в анонсе было, что будут отношения и будут проработка денег. И в принципе и там, и там мы сделали. Это я к мастер-классу готовился по стрижке. Вот вам идет ваша стрижка. Привет, Жанра. Поэтому мастер-класс удался. Здравствуйте, в Караганду не померите посетить. В Караганду нет. Из Караганды проще в Астану приехать. Почему-то в Карагандине набирается народ, поэтому нельзя. Сегодня как классно, прошло супер. И сегодня была медитация прощения родителей. Если она есть у вас на Ютубе. Ее пока нет на Ютубе, но то, что было сегодня, оно будет в Ютубе. То есть мы сейчас смонтируем видео, и оно отдельно будет сплошняком. И потом отдельно медитацию эту вырежу. Но я думаю, что я ее немножко усовершенствую. Некоторые фразы будут там такие двоякие, неполные. Поэтому оттуда мы еще что-нибудь добавлю, уберу. И, в общем, обработаю, и сделаю в хорошем качестве. Здравствуйте. Из-за чего опухоль в голове слева? Честно, я не знаю ушного нерва. С левой стороны это не хочу слышать женщину. И отсутствие радости, как у женщины, скорее всего. Кстати, прощение родителей, тема хорошая. Да. Было бы хорошо, если бы выложили. Это все выложится. Там, я так понял, были люди, которые испугались, и которые не ожидали таких эмоциональных выходов. Потому что там у людей вот так корежило, и там падали. Человек 20 прям жестко их вынесло. Поэтому некоторые были прям очень удивлены. Мастер-класс у Зла-Семь. Мне кажется, было очень много людей, много народу. Ну, хорошо, когда. Вот. И 200 человек было. Если честно, я хочу больше. Но пока так. То есть, пока мы будем накачивать, накачивать. Потом я думаю, что я хочу такого формата провести потом тренинг двух- или трехдневный. То есть, прям с прокачиванием. То есть, прям с динамическими медитациями, чтобы это все выходило. Правая почка. Страх, если вы женщина, страхи мужские про бизнес и про мужчину. Если мужчина, то это страх про бизнес и про себя, как про мужчину. Здравствуйте. До сегодня был день и энергия бешеная. Я год назад была на тренинге. Хочу еще. Супер, приходите. Классно. Вот. Я на самом деле очень долго хотел сделать этот тренинг. Ну, вот мастер-класс такой. Но я все думал, что мне еще рано, что мне надо еще подготовиться, что еще не совсем я как бы этот. И вот. Когда я посетил тренинг вот Метаморфоза Петра Осипова, я понял, что этот формат очень интересный. И может быть он зайдет. Если честно, когда люди поймут, что я делаю, то оно зайдет. Будет еще на перегонке кого бы, чтобы скрутило. Мне кажется, для ваших тренингов много народу тяжело. Тяжело, конечно. У меня на сих пор вот здесь прям болит. Потому что, ну вот как-то. Нежеланный ребенок играет ли роль на жизни ребенка этого? Конечно, влияет. Оно влияет. Оно влияет на подсознание. Это надо работать. Это надо работать либо со мной, ну, чтобы со мной потом, когда подрастет. Или работать, чтобы он к психологу ходил, потому что он не будет понимать, что с ним происходит. Обязательно нужно. Здравствуйте. Мастер-класс с проработкой, который вот со слезами там этот вот, где этот такой небольшой, планируем. И планируем тренинг, и планируем мастер-класс такой вот формата вот этого. Вот. Тоже планируем. 30 ноября будет вот этот мастер-класс. И будет, ну как мастер-класс, это уже, наверное, мини-тренинг, тренинг такой будет, он будет, я предполагаю, ну, я хочу, чтобы он был весь день, да, то есть 8 часов. Потому что 3 часа все равно не хватает. С перерывом на обед, с какими-то заданиями, то есть это мы еще подумаем, как это сделать. То есть следующий мастер-класс, он будет больше и круче. Он будет, скорее всего, похож на такой однодневный полутренинг, не тренинг, вот что-то мы такое сделаем. То есть постепенно будет вырабатываться структура тренинга, постепенно этот, то есть этот мастер-класс перерастет в тренинг. Во время медитации прощения родителей, ваша дочь его очень сильно плакала, у меня прям сердце заболело. Это же хорошо, что ей 13 лет, и папа делает ей медитацию, она плачет. Почему плакали люди? Люди плакали, потому что это же целая технология, да, то есть мы раскачиваем тело, потом делаем энергетические какие-то вещи, мы чуть-чуть подышали, потом мы раскачиваем 5 тела, потом делаем медитацию. И в эти моменты оно все потихоньку тихо-тихо начинает выходить. Мы же дочку очень сильно любим, поэтому мы ее грузим, да, там пианино, там плавание, там всякой фигней, вот честно. То есть у нее очень много получается навыков, и поэтому у меня не получается. это потому что ты контролируешь, закруй глаза и спит, ну что-то медитировать, это же лежа, ничего делать не надо. У меня тоже не получается, ну не всегда, но когда получается, я сплю. Поэтому, ну спите. Там, я так понял, больше половины зала плакала на этой медитации, и эта медитация очень такая, ну, она хорошая получилась, и меня это вот, ну, меня она очень вдохновила. Я думаю, что текст немножко исправится, и текст будет другой. Что за странные цифры в долларах? Поэтому вот так, я вообще хочу это перевести, салам лохотрон фу, Мирзаев, Кайрат, идите домой. Так, скрывать прямые эфиры, вот так, скрыть. То есть кому не нравится, вы можете просто же, ну, уходить, и все, и ничего страшного такого не будет. Мы не, как бы, хотите слушайте, в общем, не хотите, не слушайте, да? Да, все плакали. Про прощение денег можно еще спросить, сколько дней надо будет проделывать. Всю жизнь, пока не хватит, не скажет, довольны. 30 ноября можно привести 14-летнего сына? Я думаю, можно, да. 14 лет, но вот только на задние ряды пусть садится, там, вот, потихоньку помедитирует, попрыгает, и вот такого хватит. Вперед его только не выводи, чтобы не было там каких-то жестких выходов. Добрый вечер. Я думаю, те, кто был на мастер-классе, вы со временем поймете, сколько пользы вы сегодня получили, да? То есть это, он будет с таким пролонгированным действием, то есть не сейчас, а сейчас будут какие-то, и будет завтра состояние, послезавтра. Вы молодец, я довольна сегодняшним мастер-классом. Большое спасибо вам. Мне было так приятно, что вы меня все обнимали, там, фотографировались, это, ну, было круто, и столько признания, вам большое спасибо за то, что вы позволили мне так воплотиться. 15 лет очень можно... На МК, который был сегодня, я думаю, да, наверное, можно. Он больше будет для взрослых, но если вот, ну, есть какой-то запрос, и там вот про родителей будет, и там такое... Ну, я думаю, да. Если уже ребенок более-менее осознанный, если он не друкует, то, в принципе, можно. И если он не хочет, то лучше не приводите. Дарить свою любовь очень круто. Спасибо. Классно, да. Мне с самого начала это упражнение очень сильно нравится. Я хочу, чтобы вы с ним поработали, когда ему было 10 лет. Он вместе со мной принес стресс. Нас обмануло мошенничество, мошенница. Ну, это на индивидуальную сессию приводите, это, ну, явно не на мастер-класс. Зиня Махмуд. Как открыт денежный канал? Ну, это лучше делать на тренинге, на массовом, чем больше народу. Сегодня, я думаю, что очень много людей, ну, сонастроились, и это хорошо. Многие скептики говорят, и что, после этого будет денег больше? Будет больше денег, да. Будет больше денег после этого. Добрый вечер, после у меня очень голова болела до сих пор, как выжатый лимон, хотя соленую ванну, или душ, или в баню. Чай с лимонами ложитесь спать. Голова болит тогда, когда ломаются установки, это хорошо. Нет, вы мне не ответили про гормональный сбой. Я, в смысле, вы сейчас писали где-то про гормональный сбой, вы еще раз, пожалуйста, отправьте. У меня после сегодняшнего мастер-класса сонное состояние, и под конец мастер-класса очень часто зевало, и голова сильно кружилась. Это хорошо, это выходы, идут, спите, отдыхайте, это здорово. Сегодня классно прокричалось под громкую музыку, вот это классно придумывание, спасибо. Игорь, вы очень много сделали для меня сегодня, я вас благодарю. Я чувствую, прошла хорошая очистка. Супер. Там были жесткие выходы, были мягкие выходы, но выходы все равно были. Были люди, конечно, вот из 200 человек, кто-то там сильно контролирует, то есть не было плана вообще вот это выкачивать. А если честно, думал, поговорим про детско-родительские отношения, там одного подниму, там чуть поплачу, другого поговорим. А оно, видите, оно вот рвануло. Я не могу контролировать энергию. То есть когда я начинаю говорить, оно все открывается, начинается вот это вот. Да, танцы и кричали, супер, спасибо. На медитацию уже прошла головная боль, супер. Следующий мастер-класс. Следующий мастер-класс будет 30 ноября. Ну, я вам честно говорю, да, пока это недорого, пока это доступно, приходите, потому что это будет стоить, ну, прям, ну, это недорого, я считаю. Для такой организации, потому что, я не знаю, мы еще не считались, но мне кажется, оно вот где-то в ноль, оно вот тут выйдет, потому что и камеры это, и это, то есть очень много организационных моментов, и это все съедает денег, и пока это вот почти бесплатно, ну, очень приходите. Игорь, все бесподобно, это очень мощное, спасибо. В остальном пока не знаю, подождите, вот, ну, то есть отработаю алгоритм. В ноябре будет маленький тренинг, в октябре будет тренинг, вот, двухдневный, в Алмате это будет 13-14 октября, 5-6 октября будет в Астане. На самом, на самом муке особо не поняла и не почувствовала ничего, но после у меня прилив силы бодрости. Видите, я говорю, это работает, даже если ты думаешь, что с тобой ничего не было, с тобой уже все случилось. Ничего страшного, это же, это, вы поймите, это технология прям, это не то, что там, знаете, там поплясали, походили, это прям алгоритм, который придуманный не мной и очень давно. Сколько будет стоить? Я думаю, он будет стоить от 10 до 20 тысяч. Ну, где-то так. Дай бог вам всего самого доброго, до следующей встречи, люблю всех. Игорь, пожалуйста, в следующий раз используйте микрофон, который крепится, а то сегодня много было плохо слышно. Это мы учли, это первое мероприятие, по грешности будут убираться потихоньку, будьте немножко... Где можно посмотреть ваш мастер-класс? Мастер-класс будет в Ютубе, он будет, вот который сегодня был. Я думаю, если его хорошо смонтируют, это, ну, оно получилось прям. Вот честно, бывают вещи, которые ты смотришь, получилось. Вот сегодня прям получилось. Знаете, самое интересное, что в какой-то момент я понимаю, что когда я держал микрофон и говорю, вот те, кто говорят, что там я неправильно как-то держал, здесь было не слышно. Я, конечно, переживаю, очень сильно извиняюсь, что это доставило дискомфортом какой-то, но чтобы вы поняли напряжение, в котором я был, из меня вода текла, вот прям с локтей вот так вот прям подкапал, да? То есть я в какой-то момент стоялся, шух, вода потекла, потом опять с лизой, шух, опять потешло. То есть это то напряжение, которое сбрасывало лимфа, я сегодня очень сильно переживал. Я не знаю, было вам заметно или нет, но я прям, ну, прям сильно, очень сильно переживал. Я вчера полночи не спал, я этот, сейчас, полдня меня после этого еще распирало, сейчас чуть-чуть остыл, но все равно еще прям прет. Павлодар пока нет, не собираюсь. Вот. Я думаю, что это новый формат, я не знаю, новый со старыми дырками, да? То есть это его делает Тони Робинсон примерно, его делает Петр Осипов, да? Его делает Ицхак Пентасевич сейчас вот эту технологию как-то вкручивает. Эту технологию делают потихоньку Гондопас, Радислав начинает ее раскачивать, но более аккуратно. И поэтому, но у меня, видите, он специфичный, все просто прыгают и там какое-то мотивационное идет. Но сегодня все, кто были, вы же почувствовали, это энергетический заряд, это на уровне энергии. Вот эти выходы, блоки энергетические, они вот эти прорываются, ты не можешь их остановить, понимаете? И зал был, конечно, чуть-чуть неподготовленный. Я отметил себе, что нужно, чтобы, во-первых, не выкрикивали, не задавали вопросов каких-то, ну вот, вот просто, чтобы не перебивали, чтобы говорили только с микрофоном, да? То есть поднимали руку и когда подойдут, тогда чтобы вот этот... Я понял, что нужно немножко быть жестче с аудиторией, немножко объяснять, что я от них хочу. Но из-за того, чтобы было всего три часа, я этого не... ну, я вот просто не хотел тратить день, время на воспитание людей, которые сидят уже сейчас, да? То есть мастер-класс, он три часа, никого не переделаешь за три часа. Поэтому была задача, чтобы просто, как это сказать... Просто показать, как это работает. И следующий мастер-класс, он будет лучше. Но он, я вам честно, это будет вот что-то очень между тренингом и мастер-классом, это уже что-то больше, чем мастер-класс. И будет восьмичасовой, я думаю, и через какое-то время будет двухдневный, и уже это будет полный, как бы, полный, настоящий тренинг, который будет стоить норм... ну, который будет стоить. Мастер-классы небольшие мы будем все равно делать, но я хочу сделать прям такой тренинг. Представьте, там на двести, на сто, на триста человек тренинг, где вот мы будем пахать два дня, это будет прям вообще огонь. Поэтому, в общем, в течение года вот следите, наблюдайте, как это все будет меняться. Вы можете приходить каждый раз, каждый раз будет что-то по-другому. Я хочу, чтобы вы знали больше, так как я вижу изменения в себе, хочу, чтобы вы все могли воспользоваться вашей помощью. Спасибо, и сколько это будет стоить? Стоить когда? Ходите пока на мастер-классы, которые сейчас недорогие. То есть это вот пробный формат, он будет вот... Когда я пойму, что это уже тренинг, это будет отдельно. Это будет отдельно, большая работа, которая будет стоить сколько-то, я не знаю. То есть я вам вот пока делюсь планами, которые... Это время пролетело. Вы как открываете энергию? Вы только начали глядить и понеслось там. Но там я дышал активно, но как у них эффекта не было. У всех есть свой уровень стресса, и поэтому в большой аудитории работаешь с теми, у кого этого стресса больше. Ваше волнение вообще не было видно, вы многим помогли. Спасибо большое. Я живу в Алма-Ате, семья здесь, да? Привет, от тебя в любую... В октябре будет тренинг, но мастер-класс будет 30 ноября, вот как сегодня кто. В Уральске буду в пятницу на следующей неделе. И как я зайду к вам на эфире, я начинаю без остановки зевать. Это же чистка идет. Ну, вот. Поэтому я вот прям рекомендую. Ходите, вы увидите, как это будет меняться. И это приведет к какому-то сегодняшнему... Вот хорошему... Ну, вот... Сегодня на женщина, когда прокажется, у нее была кровь. Это что? Это родовые вещи. Это привет от родственников называется. От кровных. Это родственники сделали, ну, ей там, чего-то там. Что значит пятница где? Пятница в Уральске будет. Ноги. Ну, это надо прийти, и я вам поставлю ноги. Я не знаю, что у вас там болит в ногах, но... Когда я у вас была на сеансе, я только у вас работала. Вот. То есть, у меня сейчас, ну, вот, действительно, уже без всяких, там, вот, каких-то... Сейчас у меня очень уже такое большое трансовое поле, и... Когда я начинаю говорить, оно все начинает почему-то включаться, да, и людей начинает вот так вот выворачивать. Это, знаете, я хотя бы научился это не включать в общественных местах. Потому что иногда, ну, и вот так людей выворачивают, ну, никто не понимает, что вообще с ним происходит. Игорь, пожалуйста, медитация на прочтение родителей. Вообще, вот этот мастер-класс, который будет, он, его залью где-то через недельки-две, я думаю. Сейчас они его обработают, это две камеры, это надо вычищать звук. Это, ну, не знаю, как это будет. В Москву собираюсь, в Москве буду вот, по-моему, в начале декабря, где-то 7-го или 6-го прилечу. Будет, поеду опять к Осипову на тренинг, а потом там чуть-чуть задержусь, а потом прилечу обратно. Что скажете о невозможности иметь детей? Ну, это, во-первых, печально, да, то есть это прям действительно проблема у людей. Это нужно работать с мамой, это нужно работать с мужчиной, ну, с папой. Вот. Нужно будет прорабатываться. Особенно женщины. Вот бывает, знаете, я же не, знаете, я же не лекарь, не врач, да, то есть, вот бывает, женщина, она здоровая, а забеременеть не может, вынести не может, да, то это, ну, ко мне. Я, бывает, очень часто помогаю с этим, да. Что значит выворачивать, что именно происходит с ними? Их вот так выворачивают руки, ноги сковывают, их вот так парализуют, вот так лежат. Вот сегодня одна была, вот так ее прям все трясло. Было очень, конечно, жесть просто. Это, вот, извините меня, пиздец, нахублять, да, то есть, там перепугались нахер все. Там часть зала вообще ломанулась в двери, а дверь захлопнулась почему-то, и не было магнитика, они прямо в дверь стучались, и охранник пока пришел, короче, я думаю, ну, девчонки горячую дверь не вынесли. Добрый вечер, зашла к вам в эфир первый раз, посоветую, мне почему-то хочется спать, и в то же время внутри что-то непонятное. Мы уже работаем, вот, темные пятна на теле появляются в области подмышек и между грудями, что это? Это печень, это лимфосистема, это плохие мысли о себе, это плохие мысли о тебе, это, в общем, бесплетний. Игорь, скажите, у вас есть дар? Ну, я не знаю, насколько это дар, но, наверное, да. Этому можно научиться, я вот всем говорю, это можно научиться, я не понимаю дар это, ну, но сегодня, на сегодняшний день я понимаю, что, наверное, дар, наверное, открылся, я не знаю. Но я его нарабатывал, это нарабатывалось, 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 а потом, видать, крышечка там где-то открылась. И сегодня я прям, ну, иногда я прям чувствую вот эту вот силу очень такую энергетическую какую-то, да, то есть, я могу почему-то сильно влиять на людей. Из-за чего бывает запах изо рта, честно, я не знаю, может, вы часто держите диеты и что-нибудь желудок там сбоит, да. Потому что, когда держат урозу, очень часто первую там неделю запах со рта идет, это вот как чистка, если постоянно, ну, к врачу сходите, не знаю. Да, витилиганины в себе, дано, спасибо. Я нервно как-нибудь очень спокойный. Это нужно вытащить агрессию и тут ту вот изнутри, которая вот есть. Это можете приходить пока на мастер-классы, это самое доступное, вот, вот эти, где кричат, где танцуем. Вы можете прийти на индивидуальную сессию, вы можете прийти на тренинг, то есть, это мы будем с вами прорабатывать. Со мной так было, когда с вами дышала, да? А вы можете рассказать о розовом лешае или... Я, честно, я не знаю, от чего чешется тело просто так, и голова ночью была. Это сплетни, это лимфа. Ничего. Вот. Я не лечу витилигов. Онкология, это бит. Я работаю с блоками, и потом что-то у людей проходит. Это нету такой цели кого-то вылечить. Лимфа, это лимфатическая система, это вот, ну, это пот, вот оттуда. В эфир могут желающие выйти. Мастер-кит, честно, ну, я ей благодарен, вот, трудниваясь за то, что она расширила рынок психологических услуг. Потому что людей, которые стали понимать, что им нужна помощь, стало намного больше. Я ей за это очень сильно благодарен. Вот. От псориаза избавилась при помощи Игоря. Если чешусь, опять начинаю работать с собой. Сына рука и нога влажная всегда. Это, ну, волнение, это надо смотреть. Это, скажите, пожалуйста, может помочь моему мужу в финансовых делах? Не идут дела, за что бы не брался. И всех его братьев тоже. Ну, какое-то проклятие. Ну, возможно, надо же работать, или так, не знаю. Склеродерми, не знаю. Извините, как бы понять, бит. Что такое бит? Не знаю. Ну, или вот мой. Продолжение следует... Про онкологию пишите письмом прощения. Честно, бит я вообще не понял, куда вы это слово взяли. От обид. Не бит, а от обид. Я думаю, откуда бит взялся? Расскажите, пожалуйста, как вы лечите. Еще раз. Я не лечу. Я помогаю людям прорабатывать эмоциональные блоки. Блоки прорабатываются и почему-то проходят заболевания. Это побочный эффект. Нет цели вас там вот как-то исцелить. Вообще не собираюсь. Но когда происходит такой побочный эффект, то тогда я просто радуюсь. Там все. Можно только вопрос, если собака влезает, то подходит по краске. Честно, я не знаю. Я же не астролог. Вы лучше к нумерологам, к астрологам обратитесь. Я же примерно... Я изучал, но примерно на свой опыт. Вот то, что рядом со мной было, я помню. А так нет. Хочу найти дизайн на сессию, но побоюсь, что будет выворачивать. Я вообще надеюсь, что будет выворачивать. Классно. Давайте создадим. Я писала директ. Хорошо. Что означает знак на картинке сзади вас? Там, я не знаю, там птица-феникс. Там что-то этот. Это мне картина нарисовала. Это мой портрет. Типа этот. Картина нарисовала художница. Мы с ней поработали, у нее открылось вдохновение. Она нарисовала много картин и сделала выставку. И вот я подарила картины. У меня там еще три есть моих портрета. Они в зале стоят. Причину мигрени? Мигрень – это надо голову продавить. Да, Ана? Спасибо. Дай вам Аллах здоровья. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, как найти свое предназначение? Нужно просто искать. Надо просто делать все. Люди, которые не нашли предназначения, ну, в основном, зачастую, они ничего не искали, ничего не делали. Просто начинаешь перебирать все какие-то сферы, и в какой-то момент оно все выйдется в предназначение. Оно все сойдется в одном месте. Скажите, пожалуйста, с разным приемом энергетические блоки не снимаются навсегда, и не можно потом практиковать самой? Они не навсегда. Это как чистить зубы, да, но, видите, в основном, вот представьте, как чистить зубы, да, и ты зубы не чистила 40 лет, и потом тебе один раз чистку зубов сделали, и ты вот можешь еще 40 лет не чистить. Ну, примерно та же, и дойдешь до того же состояния. Как понять, продавить физически? Это, ну, вот так, это нужно этот, это нужно голову упоро, это скальпель нужно отодрать от черепа, тогда мигрени пройдут. Это, ну, вот в освобождении. Да, это под вечный контроль, это бессонница мучает маму, что, может, не знаю, это надо смотреть, это надо обработать, и если руки и ноги ломят, как при артрите, это надо смотреть, не знаю, сегодня те, кто расслабились, и хорошо дышали, молодцы, освободились из своих блоков сущностей. Вот это правда, да? Я же, помните, говорил, да, на мастер-классе, что вы будете еще потом завидовать тем людям, которых вскрыло, потому что они избавились от очень много тех болей, которых у них были, прям сильно вскрылись. Это круто, на самом деле. И, честно, ну, в какой-то момент я думал, что я кашпировский, да, сегодня, потому что вот так посмотришь, там ревут, тут ревут, что-то там, туда руку положишь, вывернет. Ну, было очень интересно и прикольно. Моя мама проходила у вас индивидуально сессию, заболела я так, заболела я так нормально, если между этим событием не связь. Мама прошла, ты заболела, в этом есть связь, да, значит, вы еще не прошли сепарацию, и вы на уровне энергии висите на маме до сих пор. Скажите, пожалуйста, сейчас связана слишком сексуальная потребность. Это же круто, я не знаю, вы жалуетесь или хвастаетесь, это, ну, это прям круто же, когда у тебя постоянно, у тебя хорошая либидо, это, тем более для женщины, это, ну, прям круто, это, ну, это классно. И бывает, конечно, вот, ну, у кого-то перекос прям сильный, просто, ну, надо реально оценить, просто больше сексуальности, чем там в два раза, а бывает там в сто раз, да, и тогда сумаскует. Ну, в смысле, ну, это прям, да, это нужно прорабатываться тоже из тела, и потом нужно посмотреть, и сексуальную энергию нельзя передавливать, потому что будет очень плохо. Вот эту женщину, которая сегодня вот так свернула, у нее сексуальная энергия очень зажата. Она в молодости сто процентов была очень страстной женщиной, и в какой-то момент она задавила, и вот сегодня ее, ну, там, ну, жестко. Я мужу про вас рассказала все уши. Вы смотрите, аккуратнее рассказывайте, чтобы он не ревновал. Подскажите, пожалуйста, как выбрать сторону для проживания. Это тот еще вопрос, надо поехать туда, посмотреть, нравится, не нравится, и остаться. Или не остаться. Холодные ноги постоянно, не хочу жить, не хочу идти, боюсь, страх, то есть, в действии, оказывающие очень старые отношения. С отношением все просто, ты говоришь, все, до свидания, и все. То есть, если тебе надеяло, просто брось. Надо в следующий раз не обращать ни на кого внимания тоже. Надо, да, надо очень, ну, надо кричать, надо прыгать, то есть, надо максимально тело растряйти. И в следующий раз вот этих вот прыганий будет больше, да, то есть, мы сделаем, ну, то есть, мы это наверхи-навертим. Будут задания внутри, потом в группах. То есть, ну, в общем, всего не буду рассказать, но примерно я как-то представляю, чего будет, посмотрим. Камни желчных пузырей нет. Отчего снижается либидо? Ну, стресс это. Добрый вечер, была сегодня у вас на тренинге, не смогла до конца открыться. Хочу к вам индивидуально, я беременна, 6 месяцев или после родов прийти. Вы придите после родов. Если у вас нет панических атаки, вы не боитесь рожать, то родите и потом просто придите. После родов придите. Если что-то прям такое острое, и хотите вы с этим как-то поработать, придите. Нормально. Конечно, не парьтесь над мнением, кто рядом, хотите реветь или нет. Привет всем. Да, сегодня на тренинге было очень мощным, благодарю, супер. Здравствуйте, можете назвать причину эпилепсии. Есть две причины. Есть физическая, когда там какие-то сосуды переживаются. Есть энергетическая, это чуть другое. Это надо вытащить, и тогда, ну, проходит. Если вытащил и не проходит, значит, это проблема не энергетическая. Игорь, я жутко извиняюсь, но у меня память девичья. Сегодня у вас спрашивала по поводу того, что у меня очень часто ноги и руки не имеют. Даже когда просто сижу и лежу, от чего и что можно сделать. Это приходите на тренинг, это приходите на наполнение, если вы были на тренинге. По-моему, ты спрашивала, и кажется, ты была на тренинге, если я помню. Приходите чаще на наполнение, будет это потихоньку продавливаться. А правда, что полнота – это обиды? Но я бы не сказал, что полнота – это обиды. Полнота – это заедание. Это тогда, когда ты несчастлив, что ли? Когда ты заедаешь свое счастье, неуверенность, да, ну, такое. Руки и ноги, да, может, магия. Будет такой мастер-класс в Нур-Султан. Знаете, вы меня, конечно, из Нур-Султани пока не будет, но давайте Астана. Я не могу Нур-Султан называть. Меня этот, может, кому-то нравится это название «Новая Астана», но меня коробит. Для меня это все равно Астана, потому что мне кажется, что Астана – это более лучший бренд и название, чем Нур-Султан. Не знаю, может, я кого-то оскорблю своим вот этим мнением, но я не могу так называть. Пока не будет, потому что как только мы вот выведем какой-то алгоритм здесь, в Алма-Ате, мы, может быть, сможем это повторить где-то в Астане. Пока не знаю. Скажите, пожалуйста, когда много энергии и некуда девать, что делать? Отдавай. Отдавай мужчине, отдавай деревьям, отдавай людям, то есть отдавай. Балхаш, не знаю, вряд ли. У меня эндометриоз. Что это значит? Не знаю, честно. Шимкенте будет, что хочу, чтобы брат попал на тренинг или индивидуально. Шимкенте – не знаю, пока я была на тренинг. Вот. Приходи на наполнение. Иногда бы в этой руке не видеть, если, например, долго держу в одном положении телефон. Это нормально. Точно пропал на ту. Спасибо, спасибо большое за ответ. Я был от полства января, 105 килограмм. В Дубай буду, по-моему, 23 октября, что ли, вылетаем. Скажите, пожалуйста, очень сильно упадок силы накрывает грусть. Как мне вваливаться в эту депрессию? Письма прощения и аффирмации читайте. А еще наполнение можно запилинговать. Мой лайфхак. Личный. Закрываю глаза и включаю песни. С наполняшками танцую и реву. Молодец. Хозлабь не совет. Хозлабь не совет. Хозлабь не пока не сейчас, а счастлива стала странняшкой. Молодец. Да, она как вы стали странняшкой. В Уральске не собираетесь. В Уральске лечу в пятницу, пролечу. Сохраните, пожалуйста, эфир. Интернет слабый. Хорошо, Игорь, начала заниматься мощно с вами. Мама заболела. Нормально это. Вот стала счастливой. Болезнь матки. Это обиды. Это женские обиды. Ну, то есть, там, в общем, все женские обиды в матке. Что такое наполнение? Вы все зеваете. Нет, там все обнимаются. А вот наоборот. Откуда брать энергию? Это письмо прощения, аффирмации. Опять, я начал заниматься. И мама нас называли. Это нормально. Занимайтесь. Ничего страшного. Потом найду свои источники, другие источники энергии. И чтобы попасть к вам, очень нужно тяжело дышать. Скажите, вес это не ко мне. Вы посмотрите на меня, я не могу с этим справиться пока. Я много чего заедаю, я стараюсь держать, но у меня ничего не получается. Слава богу, я не набираю больше, но я и снизить не могу. Очень хотела бы понять психологию, узнать психологию, хочу понимать людей. Если честно, вы разочаруетесь. Мы настолько примитивны, что поизучайте, конечно, но там есть алгоритмы у людей. Оно циклится просто в голове, и по трем-четырем фразам можно полжизни о человеке рассказать. Как вы пишете, как вы задаете вопросы. Конечно, если нет языкового барьера, потому что есть нюансы же. И я могу работать эффективно, и вот так оценивать на русском языке, когда говорят. Но я не могу на английском, не могу на казахском, я потому что какие-то тона теряю. В основном в октябре пока не знаю. В основном в октябре пока не стала заниматься любыми вещами, делать то, что сейчас решили себе задор. 2 октября что будет? 2 октября что будет? 2 октября, я не знаю. А, 2 октября это, к Наде, обращайтесь в Астане. Это чуть-чуть другое. Это мой будет тренинг, который на предназначение, по-моему. А, 2... Да, что это так? Я не помню все тренинги и мастер-классы, которые я не могу держать. Да, спина часто болит, в чем суть? Подмышка, молочная долька. А спина, в общем, надо понять, какое отдел спины, мама прям внимание себе забирает мое. Отстаньте, ну, от мамы не давайте ей, отстранитесь, и все, бросила мужа, здорово. Наконец накладно, не пока, немного накладно. Блин, это очень ведьма, жарю, жарю картошку и пищу на ночь, на тостье. Ты та еще ведьма, да? Скажите, пожалуйста, живу в постоянном страхе, как буфер между мамой и мужем, чувствую, что я не выдерживаю. Но отсоедините маму, зачем вы вот это, это же ваша мама. Отсоедините маму от себя и не вмешивайте вообще туда мужа. У мужа финансовая проблема, он винит в этом меня. Как ему объяснить, что он сам виноват в своих неудачах? А вы в чем виноваты, как вынуждены покинуть? Здравствуйте, как можно вылечить всех от нарушенияного дела? Это надо, во-первых, проплакаться, покричаться, а потом поставить позвоночник. Я не хочу быть жертвой и спасателей. Только начала на себя вниманием бручать и все, трындец. Ничего страшного, побеситься пройдет. С мамой поругались сильно. После ее скандала начала сдыхаться. Дышка началась, как начинаю нервничать. Стала вспыльчиво и плачу постоянно. Теперь мама болеет и раком очень хуже стало. Это манипуляция, но, конечно, за ней ухаживайте, но не вваливайтесь в это. Хондрос, синдром спасателей. Перестаньте всех спасать. Спасибо, Игорь, сегодня было круто и интересно. Спасибо большое. Классно. Прям здорово. Муж подсел на гречную диету. Есть фрукты, похудел на пятнадцатый путь. А как просить большего мужа письма прощения? И все супер. За ответ реально точно сказали. Почему появляется отдышка? Это блокировки же, это надо выплавать. Я опять проспала. Все, значит, пока не надо. В общем, смотрите, смонтирую, когда смонтируют видео, залью на YouTube, заходите туда, смотрите, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Вообще, кто смотрит YouTube, я вас прошу, ставьте, пожалуйста, лайки. Вам же не тяжело. И в комментарии что-нибудь напишите. Плюсик, минусик, там что-нибудь. Рано спать не знаю. Я, честно, сегодня вымотал себя прям очень сильно, поэтому что-то я хочу, кажется, спать. Как открыть денежный поток? Это лучше делать в группе. Вот вы сказали, женские болезни это обид. А что сделать, чтобы их не было? Это надо проплакаться, прокричаться. Это на сессии на тренинге или где-то. Или писать письма прощения и потихоньку поплакать. Щитовидка творчества, начните его проявлять и продавать. Мне стало скучно там, здесь интереснее. Не знаю. А я днем продорыхла. Я вернулась. Такие дела. На деньги тоже могут быть блоки. На деньги у 98% людей в мире блоки. Ну, у 97%. Поэтому у 3% населения 80% денег. У меня давление поднялось сегодня до 100%. В смысле, сегодня где у вас поднялось? В Астану приеду. 1 октября, по-моему, уже буду принимать индивидуально. Будет мастер-класс. В смысле, все, да. Ну, все позволяете, что? Нельзя себя блокировать. Надо себе дозволять. Хорошее отношение, деньги. Внимание мужское, женское внимание. Доходы. Успех. Знаете, как очень было сегодня сложно принять то, что сегодня натворил? Я не была на мастер-классе. Сегодня делали медитацию там. Насчет цен вы лучше все в этот... В дилект потом. Диплуки сосредотачиваются на деньги. Везде поясница, живот. Агрессия. Обиды на папу. Мастер-класс индивидуальный. Конечно, разное это. Смотрите, сколько народу было, кто не был. Круто, да? В общем, так, друзья. Секс и деньги спина, да, поясница. Всем большое спасибо. Я пойду спать, потому что я что-то прямо утомился. Всем хороших выходных. Всем плодотворной недели следующей. Приходите на мастер-классы, приходите на тренинги, приходите на проработки, приходите на индивидуальные сессии. Поэтому, чем просто приходите. Дарю вам свою любовь. Спасибо вам большое. Спокойной ночи. Пока-пока. Люблю. Давайте. Завершить. Завершить.